Даже в непростых для страны и региона условиях в Коме будет принят бюджет не застоя и выживания, а бюджет развития, отметил председатель госсовета Коме. Главный финансовый документ примут на осенней сессии. Руководство региона, депутаты уже работают над параметрами бюджета. Все социальные обязательства, которые несет государство перед жителями, будут сохранены. Об итогах первого заседания сессии расскажет Ольга Каняева. Сессия началась с отчета вице-премьера Эльмира Ахмеевой. Цели стратегии социально-экономического развития региона за 2021 год достигнуты на 56%. Один из труднодостижимых показателей – увеличение реальных доходов населения. Рост заработной платы нивелирует инфляция. В прошлом году 6%, в этом еще выше. На социальные выплаты жителям республика уже направляет треть бюджета. В этом году, к тому же, указом главы установлена единовременная выплата 5000 рублей малообеспеченным неработающим одиноким пенсионерам и родителям-опекунам. Правительство республики Коми с 1 января текущего года увеличило расходы на оплату труда отдельных категорий работников, на которые распространяются майские указы президента. Первые – это педагоги наши, медицинские работники, работники утверждения у культуры. И была проиндексирована оплата труда сначала на 5%, а всем остальным работникам на 4%. А с 1 июля текущего года на 10% проиндексированы все расходы на оплату труда работников бюджетной сферы. Из плана диверсификации воплощено в жизнь 14 проектов, создано 200 рабочих мест. Выросло число занятых в сфере малого и среднего бизнеса благодаря многочисленным мерам поддержки и, в частности, на начало своего дела. В условиях санкций правительство оперативно реагирует на возникающие у предприятий трудности в планах создания индустриального и технопарка, развития индустрии строительных материалов. В конце прошлого года региональным фондом развития промышленности был выдан займ на приобретение дробильно-сортировочного комплекса переработки щебня и позволил обеспечить сегодня предприятия нашей республики, которые занимаются дорожным строительством, качественным щебнем под устройством верхних слоев дорожного покрытия. Напомню, что до этого в республике Коми этот щебень для верхнего слоев завозился. Одно из решений сессии – отказ от таких отчетов и доклада главы региона. Результаты работы правительства будет представлять премьер-министр. Такую возможность дает федеральное законодательство. Кроме того, парламентарии скорректировали сводный перечень наказов избирателей. На их исполнение с этого года выделяется по 5 миллионов на округ из регионального бюджета. А до 1 октября из предложений жителей сформируют список наказов уже на 23-й год. Мы с Валентином Васильевым и коллегой в качестве исполнения наказа предложили отремонтировать тротуар по улице Катаева. Он сейчас в работе. Вы знаете, что там достаточно в плачевном состоянии. Огромный поток людей ходит по этой улице. И она будет приведена в порядок так же, как тротуара по улице Коммунистической, по улице Димитрова. По поручению главы КОМИ парламентарии учредили новую государственную награду – медаль Республики КОМИ за верность долгу. Как дань уважения и благодарности за мужество и отвагу. Данные награды могут быть удостоены сотрудники правоохранительных органов, подразделения МЧС Российской Федерации, а также военнослужащие и гражданские лица. Также медалью могут быть награждены пенсионеры, безработные и неработающие граждане Российской Федерации, а также лица, не достигшие 18-летнего возраста, за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни. Даже в таком благом деле некоторые депутаты нашли повод усомниться, мол, не будет ли медаль за верность долгу дублировать федеральные награды. Особенно сейчас важно выделять и поощрять героизм. С этим согласилось большинство парламентариев. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген.